МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28 февраля 1745 года с Колывана Воскресенских заводов был послан первый рапорт бригадира Бера в кабинет императрицы Елизаветы Петровны с сообщением о начале горных работ на Змеиной горе. Говоря проще, с этого момента с территории нынешнего Змеиногорска на Барнаульский сереброплавильный потянулись караваны с серебряной рудой, которые в Барнауле становились тем, что давало до 90% серебра царской казны, следующие несколько десятков лет. 10 февраля 1810 года вступил на службу на Колывана Воскресенских заводах доктор Фридрих Гебблер. Это потом он стал известным ученым, путешественником, одним из основателей Барнаульского ныне Краеведческого музея, членом-корреспондентом Петербургской академии наука. Тогда он был бедным немецким юношей, который приехал в далекий Барнаул просто заработать денег, чтобы поддержать бедствующую в родной Германии семью. Но суровая Сибирь настолько вошла в его сердце, что он принял российское подданство и стал одним из самых выдающихся варнаульцев. «Когда в зловещий час сомнения, я опьянен земной тоской, свой челн к стране уединения, я правлю твердой рукой». 6 февраля 1893 года в Казани родился будущий поэт, один из литературных новаторов начала 20 века Вадим Шершеневич. Писать стал с гимназических лет, на волне модных тогда литературных экспериментов стал искать язык будущего, примкнул к футуристам, а уже в советское время, к началу 20-х, вместе с Есениным, Мариенгофом и другими стал родоначальником особого направления – иммажинизма. В 1941 году вместе с труппой театра Таирова эвакуирован в Барнаул, участвовал в литературных концертах для раненых, писал тексты для агитационных плакатов. Но в мае 1942-го от скоротечного туберкулеза легких умер, похоронен на старом Булыгинском кладбище.